Православный царь Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня 11 ноября 2014 года Мы работаем у брата Игоря Игоря Дуганова И вот он сейчас объяснит что у нас за работа У него дома происходит Мир вам Происходит ремонт Не косметический Просто делается дом Это свежие потолки Сделанные из гипсокартона Они имеют большую площадь Здесь люк Тем более посредине осложнения Потом вот круглая стена Вот Володя покажи Как раз полукруглая Это все тут технические нужды Так на это повлияли То что узкий коридор Ну все от того что стесненные условия 10 на 12 Или амбиции Или амбиции огромные Ну в общем Вот так вот Тут получается 27 квадратов площадь потолка И тем более он еще Как в виде сапога И приходится вот Применять новые технологии Для того чтобы можно было Ну сделать так что Потолок был ровный Потолок будет белого цвета И для того чтобы Сделать более ровным Применяются вот новые технологии Вот один из Один из таких предметов Этой технологии Это называется Защитные обои Вот они какие Что представляют Ну как обои Белого цвета Или бесцветные Можно их назвать Но это не Сами еще обои Вот они имеют какое строение Они пористые То есть легко проникает Сквозь них любая жидкость Применяется здесь Простой обоиный клей Вот здесь вот клей Залит в ванночку Вот он Доведен до консистенции Того чтобы можно было Клеить самые тяжелые обои Самые тяжелые Флизелиновые обои Вот это считается Тяжелые обои Потому что они имеют И довольно таки Плотные И тяжелые И вес имеют И сами по себе Плотные И тяжелые Вот нарезаны Уже У нас заготовки Для того чтобы Можно было Оклеить И оклеивать грани Вот сам потолок Если вы его видите Ну отличается Вот Сейчас Если показать Сейчас покажу Вот Вот это Вот это Вот такой потолок Был до того Как мы наклеили Вот эту вот Паутинку Она называется Паутинка Вот это защитная обоя Видите какая Уже разница Но это Ничего не значит Потому что Будет Вот Выглядеть так же Как вот здесь вот стена То есть все будет Белое и ровное Совершенно За Один или два раза Ну как Тут уж как бы у вас Как получится На стены Паутинка не наклеивается Вот Если где-то Стена расходится Между Ну швы там Или еще где-то Отходит стена Или провалы какие-то были Изъяны Пробои Там делается специальная Сетка Тормирующая Но Я так предполагаю Что если кто-то захочет То может покрыть и стены Тоже такое же Только смысла я не вижу Потому что придется же Наклеивать потом что-то Если только стены не под покраску Ну вот такие вот Ну следующее что будет у нас Это сейчас наклеивание Произойдет И будет вот такого же цвета Для чего это нужно Чтобы скрыть Скрыть Люк Люк будет белого цвета И здесь все будет белого цвета И поэтому как бы Будет единый потолок Он будет отражать просто Ну и все будет светло Меньше надо будет Электрической энергии Вот для чего все это делается То есть тут свои Динамические Потребности А это вот окно Дальше будем делать Заготовки нарезаны Вот заготовка На подоконник Хорошая Это Вот заготовка хорошая Это сэндвич панели То есть С одной стороны пластик С другой стороны пластик А посредине идет Вот сантиметровая Очень хорошая Пенополистирол Очень хороший Пенополистирол Не промерзает Даже при очень большей температуре Здесь уже пеной покрыты Вот стены Можно заметить Вот они стены Здесь вот каменные Вот здесь хорошо видно Вот железо еще видите торчит Ну то есть все было вот так Поставлено Вот окошко Трехслойное окно Раз два три слоя здесь стекла Вот огромное Вот Дефект Это Когда мы несли это окно Вот видите Вот здесь вообще Это брат Сергей Пупков Упал С этим окном Когда переходил Через порог здесь И окно упало Ну с божьей помощью Не разбилось Как ни странно Вот только уголочек колонулся Хотя такое окно Должно было разлететься Конечно в дребезни И я бы еще Заплатил Оно стоит около десяти тысяч Ну вот сейчас вот Будем запенивать Ставить сюда все это И пена Она прилипнет на пену И будет у нас тут тепло И опять же Меньше надо будет тратить газа Ну вот можно показать Газ показать может Или там цвета мало Нет Хватит Хватит Ну а газ вот где Вот газовый котел Вот сердце всего дома Вот он Вот газовый котел Впереди вот он Ну вот маленький шкафчик Вот он весь газовый котел Вот он дает все И обогрев дает И Вода горячая есть Средняя Получается где-то Порядка 800 рублей В месяц Затраты на Отопление На горячую воду Ну средняя За 12 месяцев А он открывается? Ну открывается Заглянуть туда тоже можно Вот что он из себя представляет Два бачка Два бачка Один бачок Вода маленький А большой бачок Это обогрев Конкретно идет на батарее Ну ломается он не часто Это вот южнокорейский Работает уже Третий сезон А у людей есть русские Вот он находится Соседи Пять лет у них работает Они только один раз чистили Знаю что люди говорят Что 9 лет работает котел Они его еще только Даже ни разу не чистили То есть котлы Довольно таки надежные А это вот счетчик Который считает Деньгу За кубометрический метр Вот тут уже вот сколько накапало Все сюда газ подходит Природный газ постоянно подходит Если Здесь у меня все прекращается Подача То газ сюда не поступает У меня в доме нету газа То есть газ нигде не накапливается Его нету Вот сейчас он идет Поступает только лишь Вот в колонку на отопление Вот идет отопление Вот тут Температура Здесь попутно Вот электричество Все собрано Вот они Все здесь электричество Как у нас на кухне Так и в церкви Так и здесь у меня Все провода пришли сюда А это вот 19 градусов Сейчас у меня Вот до 19 градусов Он нагревает здесь Ну так чтобы не расхолаживаться 19 Вот можно посмотреть Здесь вот Различные краники Которые идут На отопление И на воду Ну в принципе больше никуда Отопление и горячая вода Горячая вода Здесь и в ванной Здесь вот горячая вода Вот умывальник И там в ванной За перегородкой То есть сделано так Чтобы будет Близко И слив Слив тоже все в одном месте А слив вот Можно выглянуть Вот здесь яма сливная Вот здесь вот яма сливная Большая Глубокая очень Уже три года действует Еще я туда Один раз заглянул И больше не заглянул А вот газовая плита Она совершенно с отсутствием газа Тут газа нету Если надо мне газ Я вот зажигаю комфорку Вот так вот Вот Комфорка горит Я отключил все Газа нету здесь нигде Вот Вот тут только Столб стоит Газ и все Больше нету Чтобы его вообще не было Газ он легче Намного воздуха И он Он поднимается И вот туда Вот там работает хорошо Вытяжка То есть если какой-то Остатки газа Они поднимаются И вытягиваются То есть взрыва здесь Взрыв может произойти Только при тех условиях Если Если комфорку включить Но у меня автоматическая комфорка Она сама отключится То есть Здесь Везде автоматика Ну то есть Практически Это надо специально Сюда газ кому-то Запустить Ну вот тут допустим Открутить трубу И то В гамма не пойдет Потому что надо что-то Включать Но даже не могу сказать Как Что нужно сделать Чтобы сюда пошел газ Ну вот тут Если открутить Вот эти вот пробки То вот отсюда По идее Газ должен идти Потому что он постоянно Стоит вот здесь Газ Так что Все По галовке Что взрывается Это Очень сложно Вот этот газ Зарвать Это не бытовой Это природный Газ Который поступает По этим трубам Толстым Желтым Вот Проходит как раз Мимо дома моего Давление Там Что-то У них там 0,49 Что-ли Мегапаскаль А сюда Приходит 0,17 Всего Давление Ну то есть Лишь бы он шел Здесь Ванная Стиральная машинка Ванная И унитаз Все что надо Для жизни Полотенце Сушитель Чтобы сушилка была Ну тут Везде Комната Дальше Ну вот Занимаемся этим Вот еще Будет тут Ламинат лежать На полу Пока Пол Вот такой Ну он ровный Конечно Хороший Теплый Можно ходить босиком Спокойно Дети могут тут играть В принципе Можно вам температуру побольше дать Ну или еще что-нибудь Так Ну что Все Вау